Здарова всем ребят, приветствую вас на канале Пещерка Шнырей. Это второй канал с нарезками, которые делают крутые ребята, так что поставьте обязательно свой царский лайк под этим видосом и подписывайтесь на канал. А среди всех комментариев, которые вы напишите под этим видео, мы выберем одного победителя, которому подарим 500 золота. Вам всем приятного аппетита и просмотра. Do damage. Новый год уже стучится в двери, и атмосфера праздника начинает заполнять все вокруг. Самое время узнать, что же таится под новогодний юг. Получай приятные подарки, открывая праздничные контейнеры четырех дней. Да, буду делать стрим-обзор танков из коробок. Рождество, отечественный, восточный и сказочный Новый Годск. В каждом тебя гарантирует золото, одно украшение пятого уровня и одно случайного, соответствующие тематике контейнера. Дополнительно к ним ты получишь дни танкового премиум аккаунта, свободный опыт, кредиты, личные резервы, бланки переподготовки или учебные материалы. О, я на вас пробежал. Но будь осторожен, где-то в контейнерах притаился игривый пушистый озорник, который может навести переполох в любой из твоих машин. А украсить их помогут различные 3D-стили прошлых лет. Атмосферные Необычные Футуристичные С элементами стимпанка. Все они отлично передадут характер и подчеркнут уникальность машин. Кроме того, заядлых коллекционеров ждут танки со второго по пятый уровень. Я не понял, а чё, новых стилей нет? Чё мне эти 3D-стили? У меня, блядь, 2D-стили, хоть жопой жуй. Я себе на каждый танк поставлю 2D-стили, блядь, с натиска. Там крыло и коготь, блядь, драконий ястреб, жопа в говне. Не буду нагибать. Нахуй мне эти 3D-стили не нужны. Патент машин весьма обширный, а способ получения необычный. Техника в контейнерах разделена на 3 этапа. Для перехода на следующий этап тебе необходимо собрать все танки с 8 по 10 уровень из предыдущего. Закрыв второй этап, у тебя появится возможность забрать гостя из далёкого прошлого. И это ещё не всё. Ещё не всё. Калаш мне в зад! Из любого новогоднего контейнера может выпасть особенный, золотой подарок, который украсит любой ангар. Время познакомиться с машинами из новогодних контейнеров. На первом этапе это танки 8 и 9 уровней. Новичок, присоединившийся к празднику, Type 63. Мобильный тяжёлый танк с невероятными углами склонения и новой механикой охлаждения орудия. Тот, кто умеет ждать, будет вознаграждён. После перезарядки ты можешь стрелять сразу или немного подождать. Тогда твой выстрел станет в разы точнее. Вот это вот без дырка, а это Крэйзи Бельчонок. Два тупореза из моих модеров. Сапсан. Премиум тяжеловес, оснащённый обратным механизмом дозарядки. Три снаряда, которые не нужно держать в себе. Подари их первому попавшемуся зеваке, а после радуй его цикличной стрельбой. Ягдтигр прототип. Суровый гость за новогодним столом. Премиум ПТ-САУ, повторяющие черты известной машины только на восьмом уровне. Высокий разовый урон, крепкая рубка и много очков прочности в подарок. Такому бойцу будут рады на любом фланге. ТЛ-1 ЛПС. Универсальный средний танк, способный справиться с различными задачами. Нарядить ёлку, накрыть на стол и даже продавить фланг. Враньё. ТЛ-1 ЛПС это танк говна полного. Нынче нитуальный. Они позволяют танку чувствовать себя в своей тарелке практически на любой местности. Ка-91-122. Средний танк. Ёбаная имба. Со снайперским орудием. Одолжив санки УК-91, он с лёгкостью перемещается по карте в поисках удобной позиции. За счёт точного орудия с высоким разумом уроном, он мастерски играет в снежки и практически всегда выходит победителем. Блядь, он даже не попал. И практически всегда выходит победителем. После того, как все машины первого этапа окажутся в ангаре, тебе откроется возможность получить новые танки восьмого уровня. И уже знакомые десятки. КВ-4 Турченинова. Крепкий ТТ с комфортным орудием. И механизмом обратной дозарядки. А-а-а! Блядь, я думал у него барабан. Его главная задача охранять веселье. Да ну, блядь, да ну, ну блядь. Я думал у него барабан ебанутый. Ну как я? Ну, в смысле? Да ёбаный рот. Не понял. Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Так. Ну, то есть, я не дебил. Потому что в видосе было написано, время полной перезарядки. Время перезарядки в магазине, в барабане. И я подумал, что это барабан на три снаряда, где перезарядка 10 секунд. А оказывается, они закосячили. И тут дозарядка. Ну, с дозарядкой тогда танк говно. Тогда говно. Тогда говно. Тогда говно. Тогда говно. Говно. Теперь, откровенно говоря, говно. За счёт отличного кругового бронирования ни один противник не пройдёт. Ой, да пиздёж это. Я играл на КВ-4, у него такой же корпус, как от КВ-4. И моего КВ-4 в рот и в жопу просто нагибают. Шарлю Рапе 58. Тяжёлый. Шарлю Рапе. 58. Шарлю Рапе. И уверенный боец с грозным орудием. Оно настолько длинное, что позволяет достать с антресоли всё необходимое к празднику. А высокие разовые уроны и пробития подарят противникам не забыть. Если ты сейчас коробки купишь, то они у тебя появятся внутри игры только 6 декабря, брат. Убываемые эмоции. Объект 780. Танк с внушительным внешним видом, который хорошо сочетается с возможностями машины. Рациональные углы наклона ВЛД. Обтекаемая башня, которая не даёт урону попасть за воротник. Все орудия, способные наводить суматоху как на дальней, так и на ближней дистанции. Хищный «Леон». Шустрый средний танк с точной пушкой и особенным механизмом дозарядки. Не стесняйся дарить первые три снаряда самым грустным машинам на этом радостном празднике. А вот четвёртый лучше прибереги на Новый год. Главной по части прокладки маршрута в «Метель» Камф Панцер 07 ПЕ. Прокладка. Именно так назвали моего модератора Варгина, когда он рождался. ...внижный ТТ с отличными УВН и крепкой башней. Ковш на ВЛД машины служит не только элементом декора, но и отлично защищает её от снега и кумулятивных снарядов. Собрав полную коллекцию машин, у тебя появится возможность получить из контейнеров легендарный Ваффентрагер Ауф Е100. Хочу выразить, кстати говоря, свою позицию. Она будет весьма субъективная, потому что, например, большинство блогеров и разработчиков, у них другая позиция, назовём это так. О чём речь? Я считаю, что такие танки, как 780, Леон и КПЗ, это то же самое, что и Чифтейн и 279. Это уникальные танки, которые люди, да, приобретали за внутриигровые ресурсы, но они должны быть определённым раритетом. Плюс, есть, конечно, главная фишка в этих танках, это номерные знаки, которые выдаются определённым первым людям, которые их покупают, эти танки. Мне лично не нравится и не очень нравится то, что эти танки раздают в коробках. Вот это моя позиция. Но большинство блогеров и сами разработчики абсолютно другого мнения. Ну, по крайней мере, Леста так точно. Почему так? Потому что они говорят, типа, эти танки должны быть, ну, типа, у многих. И мы, вот, например, позиция Лесты какая на этот счёт. Вот, типа, мы не говорим, что какой-то танк не будет введён в какое-то время. То есть, мы говорим, что вот в течение этого времени этого танка не будет. А дальше он может появиться. То есть, политика абсолютно другая, в отличие от ВГ. Да? Если ВГ делали танки раритетными, эксклюзивными, то Лесты здесь наоборот говорит, ну, типа, эти танки могут появиться, да. Они могут появиться. Но мы будем следить, чтобы их было не жопой жуй в рандоме, и чтобы они сохраняли свою актуальность. Чья позиция вам ближе, можете написать в чат. Но моя позиция такая, что есть танки раритетные, и они должны быть, ну, труднополучаемые, труднодоступные. И поэтому они имеют ценность для игроков. Машина, давно покинувшая поля битв, возвращается и станет главным подарком под новогодний ёлк. Ну, смотрите, опять же, кстати, вот, если так задуматься, да, вот я буквально на секунду запаузу. Вот смотри, если вообще в целом, да, так задуматься, то на самом деле моя, мое мнение, оно весьма... Оно, ну, оно хоть и субъективно, но этим мнением не пользуется большинство компаний, даже. Огромных, таких как, например, короче, коротко просто скажу. Sony PlayStation. У неё есть игры, которые разрабатываются специально под их консоль. Человек-паук, God of War, Last of Us, Horizon Zero Dawn, Bloodborne и так далее и тому подобное. Куча игр, которые потом, с течением времени, появляются на ПК. Да, они появляются, многие из этих игр, особенно блокбастеры, бестселлеры, они появляются в доступе на компьютер для того, чтобы игра была кратковременным эксклюзивом, а потом можно было деньги заработать с другой аудиторией, которая в эту игру ещё не играла, у которых нету плойки, например, да. И как бы большинство как раз-таки разработчиков вот так делают. Берманф, не говоря о вафлях, чтобы только пройти один этап, надо купить 200 плюс коробок, а это 15к рублей. Ну да. Только ярый задрот и столько купить. Скорее всего, это правда, Берман. Но! Есть и другая политика, компания Нинтендо, которая создаёт исключительно эксклюзивы для своих игр. Такие как Зельда, такие как там Супер Марио, там Бразерс и так далее и тому подобное. И эти игры потом не появляются в общем доступе. И вот тут у разных компаний разная политика. А пять снарядов в барабане хватит, чтобы угостить всех незваных гостей. Что может быть приятнее? Только получить в подарок что-то ещё более необычное, редкое и золотое. Ну да, есть ограничения на покупку, понятно. Знакомьтесь, оруженосец. Пусть тебя не смущает его немецкая натура. Этот амбициозный проект истребителя танков разрабатывался. Бюро Перспектива. С виду может показаться, что ты смотришь на образец искусства, однако это всё та же боевая... Это советский танк, представляете? Смотрите. Амбициозный проект истребителя танков. Это советский танк. Видите ветку СССР? Типа, короче говоря, это... Согласен с тобой. Кто-то весь год напрягается в танках ради танков уникальных. А теперь все поймут, что можно задонатить в конце года на коробки и не париться. Да, но не факт, что будет это вот имба в коробках. Короче, русские СССР пришли к немцам. Сказали, блядь, после войны. Э, слышь ты, блядь, усатый, хуй. Я, короче, прямо сейчас конфискую твою вафлю. Отдаю её нахер цыганам. Не орю. Укрась мне её. По-своему. На тебе автомат мой фирменный. Нацепи на крюк. И я буду на нём у себя, там вот, в Москве, нагибать всех. И, таким образом, вафля Е-100, скликуха, оруженосец попадает в советскую ветку. Вот такая история у неё. Пусть тебя не смущает его немецкая натура. Этот амбициозный проект истребителя танков разрабатывался. Бюро Перспектива. С виду может показаться, что ты смотришь на образец искусства. Однако, это всё та же боевая машина с ТТХ от Waffentrager auf E-100. Две тысячи восемьсот единиц потенциального урона с барабана. Высокая точность и хорошая подвижность. На нахуй! О, это мои модераторы. Бездырка, крэйзи бельчонок. Вот это вот с красным бантиком малачи. Ну и, естественно, тупой олень этого Арген. Знакомьтесь. Всех запоминайте. А вот это вот красивенький большой подарочек. Это Дарина, наша девочка. У неё бантик тоже. Где-то в районе пятой точки находится. Но это совсем другая история. Не все его видели. Селье начинается. Танки из контейнеров можно будет получить случайным образом или в качестве гарантированной награды в каждом 50-м контейнере. Машины первого и второго этапа, которые уже есть у тебя в Алгаре, поторно выпадать не будет. Хрустальная пушка. А это значит, что каждый танк из контейнера всегда праздник. Счётчик гарантированной награды будет сбрасываться всякий раз, когда ты получаешь танк высокого уровня. В этот Новый год контейнеры можно будет приобрести не только в премиум, но и во внутриигровом магазине. Каждый день с понедельника по четверг за золото ты можешь получить один набор из четырёх контейнеров каждого типа. А в пятницу и выходные – до трёх таких наборов в день. За реальную валюту количество покупок не ограничено. Собери всю коллекцию машин и украси свой ангар. Окунись в празднование Нового года с миром танков. С наступающим, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok